Так сегодня выглядит улица Брестская. В рамках нацпроекта ремонтируют участок от проспекта Дзержинского до улицы Джангильдина. Уложен выравнивающий слой, почти полностью установлен бордюрный камень. Горожан волнует не только отсутствие ям и выбоин, но и работа ливневок. Ведь сейчас дождливые дни на многих улицах образуются потопы. Подрядчик уверяет, после окончания работ на Брестской таких проблем не будет. Она была убитой в том плане, потому что ливневки все были под асфальтом. Сейчас мы восстановим все ливневки. Протяженность у нас где-то 1,7 километра, она полностью ремонтируемого участка. Из 20 ливневок работало всего три. Все остальные были под асфальтом. Прошлый подрядчик, наверное, как-то пропустил, не увидели. Работы на этом участке планируется завершить до 1 сентября. В числе мест, где автомобилисты уже могут увидеть результат, переулок Станочный, который в народе называли убитым. Да, была разбита. Сейчас хорошая очень. Ровненькая. Вот еще колодца заделают и будет вообще отлично. Второй слой обещали положить. Дорогу сделали, спасибо, хорошо. Можно было, конечно, пошире ее сделать, потому что это одностороннее движение. На сегодняшний день здесь выполнены работы по фрезерованию, устройству пучинистых мест, выполнены работы по укладке выравнивающего слоя асфальта бетона и выполнено 100% устройства тротуаров. Уложить верхний слой асфальта и обустроить тротуары и пешеходные переходы на Станочном планируют до 1 сентября, сообщили в мэрии. Работой выполняет СУ-56. В целом в городе автомобилисты заметили положительные перемены, но отметили, есть участки, оставленные без внимания дорожников. Ну, есть небольшое дорожение, ремонтируют, делают. Много дорог, по которым невозможно было ездить, сделали. Конечно, заметил. Березку сделали, наконец-то. Ну, я заметил, что улицу Березка отремонтировали, и, наконец-то, вместо убивания подвески, на ней можно спокойно проехаться с комфортом. Комсомольская улица в районе, начиная от Орска, и так до нее руки не дойдут. Ну, хотя, не знаю, может, сейчас начали уже делать, два дня там не ездят. Много. Много улиц, которые хотелось бы, чтобы сделали немножко. Всего в этом году в программу «Безопасные и качественные дороги» включены 34 улицы Оренбурга. На их ремонт потратят порядка трех миллиардов рублей. Серьезных замечаний к работе подрядчиков у администрации в данный момент нет. Вопросы возникают только к обозначению участков дорожными знаками и униформой рабочих.